Воскресенье состояла скромная церемония свадьбы бывшего участника Ливерпульской четверки сэра Пола Маккартни, который на этот раз женился на американке Нэнси Шивелл. Осыпаемые лепестками цветов они спустились по ступенькам восьминстерского ЗАГСа под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся поклонников. Среди известных гостей церемонию посетили. Другой бывший участник Битлз Ринго Стар со своей женой, а также модель и актриса Барбара Бах. Маккартни женился уже в третий раз. Футуристический боевик «Живая сталь», рассказывающий об отношениях отца и сына, а также о боксе с участием бойцовских роботов, получил первое место по сборам в Северной Америке в прошедший уикенд. Фильм, главную роль в котором сыграл Хью Джекман, собрал чуть больше 27 миллионов долларов в кинотеатрах США и Канады. В картине смешиваются стили спортивной драмы и фантастического боевика. В основе сюжета – замена людей на ринге бойцовскими роботами. Новый политический триллер Джорджа Клуни «Мартовский Ида» пришел к финишу вторым, принеся создателям около 10,5 миллионов долларов. В фильме Клуни играет кандидата в президенты в самый разгар праймера в штате Огайо. Напряжение достигает предела, когда разгорается политический скандал с участием представителей его команды. На третьем месте оказалась картина для семейного просмотра «История дельфина», заработавшая в прокате чуть больше 9 миллионов долларов. Дожди регистра operational подок ancestрировал플 «История дельфина». В applicauft реаг professor zamка контролировал